Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Как будет организован учебный процесс осенью 2020 года? Какие школы в Самаре отремонтировали накануне нового учебного года? Кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детские сады? В нашей студии Елена Чернега, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Елена Борисовна, рад вас видеть. Здравствуйте. Добрый день. Я очень тоже рада вас видеть. Мы с вами встречались буквально совсем недавно. На самом деле это было начало лета. Лето пролетает незаметно. Оцените эффективность вот этих летних каникул с учетом сложных условий, в которых они проходили. И в Самаре поработал новый, интересный весьма, на мой взгляд, проект «Самарские каникулы-2020». Вот каковы его итоги? Ну, я совершенно недавно рассказывала об этом уникальном проекте, который мы реализовывали впервые в городском округе Самара. Итоги я хочу озвучить следующие. Мы планировали закончить этот проект 30 июня, но он у нас продолжается до сих пор. Единственное, мы изменили формат. В июне месяце, подводя итоги, мы поняли, что этот проект хочет дальше жить. В нем хотят участвовать все. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки. По итогам лета 233 тысячи воспитанников участвовало в данном проекте в режиме онлайн. Но с августа месяца на всех дворовых площадках, на школьных дворах проект дальше реализовывался. Педагоги дополнительного образования пришли во дворы. И наши дети, которые находились в этот момент в городе, стали участвовать в реализации и продолжении тех новых проектов, о которых я раньше рассказывала. Ну, хочу сказать, лету мы говорим до свидания. Начинается новая пора, школьная пора. Я думаю, в следующем году хочу, чтобы проект жил, но уже, конечно, в другом режиме. Но все изюминки и лучшие достижения мы возьмем в лето 2021 года. То есть он будет жить, продолжать работать, развиваться? И как я говорила, у нас бывают летние каникулы, осенние и зимние, и будут у нас в этот период обязательно реализовываться все программы, которые мы запланировали и уже научились их реализовывать. То есть осень 2020, зима 2021 и так далее. Да, весна 2021. Ирина Борисовна, скоро праздник День Знаний, с чем я вас, во-первых, ну уже заранее хочу поздравить. Как будет проходить 1 сентября в этом году? Потому что, ну, условия-то непростые на самом деле. Ну, условия непростые. Мы подготовились, я хочу доложить о том, что дети отдыхали, но мы взрослые все готовились. И в период с 4 по 14 августа проходила комиссионная приемка готовности всех образовательных учебных учреждений к началу нового учебного года. По итогам я хочу сегодня сказать, что из 397 учреждений образования городского округа Самара, 396 готовы к новому учебному году. Одно учреждение, в нем заканчивается капитальная ремонтная работа. Мы об этом чуть позже. А вот сам как праздник будет? Праздник, хочу сказать, будет обязательно. Конечно, наши первоклассники придут на линейку. И для именно первоклассников будет организована линейка. Мы также пригласим родителей. Но только я хочу обратиться к вам, дорогие родители. Все же нам надо соблюдать все меры по безопасности именно в сложившихся условиях. Я приглашаю вас на праздничные мероприятия обязательно в масках, в соблюдении всей дистанции. И попрошу, конечно, небольшой семьей со всеми родственниками прийти, потому что давайте сделаем праздник для малышей наших. Придут, конечно, папа, мама. Ну, а другие родственники посмотрят видеозапись. Будут линейки, организованные с соблюдением всех правил и для 11-ти классников. А для всех учащихся тоже в здании школы, в кабинетах классных пройдут линейки, первый урок в этом новом учебном году. Которому мы все подготовились. То есть первый класс и 11-й класс? Да, линейки будут для первых классов и 11-х классов. Елена Борисовна, сколько учеников в этом году пойдут в школу в городском округе Самары? Вот предварительно на данный момент мы ожидаем начать новый учебный год и встретить 122 308 учащихся с 1-й по 11-й класс и первоклассников 14 200 учеников. Это даже больше по сравнению с прошлым учебным годом на 800 с лишним человек. Но вот пока предварительно это такая цифра. Но вообще радостная на самом деле цифра. Это очень радостная цифра, потому что мы живем, есть дети, маленькие дети, значит мы будем дальше развиваться. Есть будущее. Есть будущее у нашей страны, у нашего города. Елена Борисовна, знаю, что этот вопрос не ваш. Я знаю, что решение об организации учебного процесса принимается Федеральным Министерством Просвещения России. Но вам сейчас все равно придется на него отвечать, потому что я вам его не задать не могу. Это главный, важнейший вопрос. Вот лидер просто, который нам задают в социальных сетях наши телезрители. Итак, что известно о том, как будет организован учебный процесс в городском округе Самара? То есть в наших школах вот в новом учебном году на сегодняшний день? Значит, на сегодняшний день мы готовимся к праздничным мероприятиям, но у нас учебные занятия начнутся прямо с 1 сентября. Я хочу сказать, что все школы подготовились. Мы провели не только ремонтные работы, но и соблюли весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности именно в сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Также закуплено достаточное количество всех ДЭС-средств во все образовательные учреждения. Вот с понедельника у нас функционирует дошкольное образовательное учреждение. Все детские сады в режиме обычном, штатном работают. И во всех этих детских садах уже у нас есть приборы для обеззараживания воздуха. Кроме этого, все воспитанники, независимо детский сад, учреждение дополнительного образования или школьник, будут обеспечены входным контролем, термоконтролем, то есть измерением температуры тела. Закуплено достаточное количество бесконтактных термометров. Для работников пищеблока тоже мы закупили и маски, и перчатки. То есть мы будем соблюдать весь комплекс по безопасности жизни и деятельности детей. Поэтому родителям здесь бояться не надо. Мы подготовились полностью. А график, он я так правильно понимаю, он будет такой некий скользящий получается? Да. Потому что сказать, что теперь существует первая смена и вторая, как бы уже и нельзя даже. Вы понимаете, здесь надо учитывать специфику каждого учреждения. Поэтому сейчас директора школ, каждая в соответствии с своей спецификой, с количеством воспитанников, с количеством смен, именно прорабатывают вопрос организации учебного процесса. Может быть, начальная школа зайдет с одного входа в одно время, чуть постарше зайдут в другое время уже с другого входа. Мы разведем по времени начало уроков. Конечно, и перемены будут пересмотрены, чтобы избежать массового скопления детей. Организация питания тоже будет проводиться по определенному графику. Так как у нас увеличится количество питающихся детей, так как мы будем обеспечить питание всех учащихся начальной школы, об этом я позже расскажу. Поэтому здесь мы тоже составим отдельный график организации питания. Ну и также хочу сказать, массовых мероприятий пока мы не планируем провести. Поэтому скоплений в актовых залах в больших аудиториях не будет. Каждые классы будут находиться в своих классных комнатах. А учителя-предметники будут приходить для проведения этих уроков. Поэтому будет полностью предусмотрен план мероприятий по разведению потоков. Ну, наверное, за исключением каких-то очень специфических предметов, ну, например, информатика, потому что... Ну, конечно, здесь специфические предметы, которые у нас есть. Мы по отдельному графику об этом тоже уже рассказывали, будем проводить. Весь учебный план будет у нас выполнен, все предметы будут обеспечены. Я предлагаю посмотреть сейчас сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. В школьной столовой еще пахнет свежей краской, но уже скоро здесь будут витать ароматы борща и хлеба. Пищеблок обновлен радикально, выполнен ремонт, установлены современные котлы и печи. Школа номер 149 готова принять учеников согласно всем требованиям санитарных правил и норм. Горячим питанием дети будут обеспечены. В этом году, так как не было в июне летнего лагеря, у нас была возможность приступить к работам в середине июня, и работа закончена неделю назад. Сейчас мы все домываем, развешиваем шторки, расставляем посуду, раскладываем учебники. В тех школах, где пищеблоки не соответствовали современным требованиям, провели ремонт и замену технологического оборудования. Их работа будет обеспечена с большим запасом прочности. Елена Борисовна, вот для учебного процесса необходима материально-техническая база. Было ли это для того, чтобы как раз к этому подготовиться? Предлагаю поговорить на эту тему. Ситуация была непростая, потому что ЕГЭ пришлось переносить. Многим школам было непросто. Вот это отразилось на подготовке самарских школ к новому учебному году? Нет, перенос ЕГЭ не отразился на том, что мы перенесли все мероприятия. По ремонтно-строительным работам. Параллельно мы проводили ремонтные работы в тех учреждениях, которые не были задействованы как пункт проведения единого государственного экзамена. Ремонтные работы были проведены в соответствии с титульным списком ремонтных работ 2020 года. В 31 учреждении образования провели капитальные ремонтные работы. Я вот сейчас сюжет смотрела, очень радовалась этому сюжету. В 11 учреждениях мы провели капитальный ремонт пищеблоков. Не только в той зоне, где идет приготовление пищи, но и обеденные зоны, где у нас кушают дети. Вы обратили внимание, что у нас и цветовая гамма, и, наверное, на мебель вы обратили внимание. Мы уже стремимся сейчас и в тех учреждениях, где мы проводим капитальные ремонтные работы, именем такой комплексный подход. Мы меняем всю мебель. Мебель соответствует, видите, никаких лавок, табуретных. У нас нет столько стульчика, столы на 4 человека, современная. Закуплено у нас также не только технологическое оборудование, все линии поменяли мы, новейшие поставили, но и посуду. Вы обратили внимание, это детская тематика, ягодки, вишенки, чтобы формировать культуру именно у ребенка уже со школьного возраста, с раннего возраста. Поэтому мы не останавливались на ремонтных работах, хоть и были экономические, конечно, трудности. Сейчас мы продолжим ремонтные работы, такие, какие нам не помешают для организации образовательного процесса. Мы продолжим восстанавливать ограждения в образовательных учреждениях. Я хочу вас заверить в том, что у нас все подготовлено, ремонтные работы проведены. Мы готовы к новому учебному году. Вот если говорить о горячем питании школьников, вопрос на самом деле действительно очень важный. Я правильно понимаю, что это вообще такая, ну, некая новая стратегия, что ли, вот в системе образования? Потому что впервые у нас, если я ошибаюсь, поправьте мне, впервые, обязательно бесплатное горячее питание школьников младших классов вводится. До этого такого не было? Нет, такого не было. Все мы слышали в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к федеральному собранию. Он поставил цель к 24-му году обеспечить горячим питанием всех учащихся начальной школы. К 24-му? Да, но вы видите, в Самаре, в Самарской области мы обеспечим полностью горячим питанием, и спасибо это нашему губернатору Дмитриевичу Азарову, всех учащихся начальной школы. Вот в городском округе Самара сейчас на данный момент 55 402 воспитанника, это учащихся начальной школы, и всех мы обеспечим горячим питанием. Те дети, которые обучаются в первую смену, получат горячие завтраки, те дети, которые обучаются во вторую смену учащихся начальной школы, получат уже горячие обеды. Обеды? Да, сразу хочу сказать, мы меню обсуждали и с родительской общественностью, проработали с работниками комбината школьного питания, подошли мы комплексно к решению данной задачи, которую нам поставил президент и губернатор. Видите, мы не только отремонтировали, мы разработали меню, также все комбинаты школьного питания подобрали достаточное количество работников, потому что у нас увеличилась цифра питающейся, охват большой, следовательно, и работников должно быть много. Поэтому эта задача решается и будет, я думаю, решена. И все родители, ну и обязательно, это, конечно, добровольно, конечно, каждый родитель может. Ну, понятно, застать никто не может. Единственное, хочу сразу здесь пояснить, дорогие родители, никаких заявлений писать не надо, никаких справок для того, чтобы вам предоставили горячее питание для учащихся начальной школы, тоже вам не надо. Все автоматически, мы сами подготовим. Но если есть дети, которые пользуются льготами, то те родители уже знают алгоритм действия и должны, конечно, тоже подготовиться. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы все учащиеся начальной школы получали горячее питание. Так как у нас дети, которые находятся в школе больше четырех часов, мы понимаем, должны быть обеспечены питанием. Вот, а ваши оценки, если взять сто процентов, сто процентов, вот на сегодняшний день, как бы вы оценили готовность морских школ к новому году, учебному году? Стопроцентная готовность. Уже стопроцентная готовность. Стопроцентная готовность. Полностью мы готовы. Идут прям последние штрихи. Протираем, только пыль осталось протереть. Потому что, еще раз говорю, с 4 по 14 августа работала комиссионная проверка. Все надзорные органы тоже проводили у нас обследование. И мы доложили и министру, и главе городского округа Самары, и губернатору о готовности всех образовательных учреждений. Я говорю не только о школах, но и о детских садах и учреждениях дополнительного образования. Я предлагаю посмотреть второй сюжет, и мы затем продолжим беседу. Школа в Новой Самаре готова уже на 65%. Образовательное учреждение рассчитано на 1200 учащихся. Все они будут получать знания в одну смену. Учебное заведение возводит по национальному проекту «Жилье и городская среда». В трехэтажном здании обустроят актовый зал на 600 человек. Столовую, спортивный зал с душевыми. Сейчас основной вид работы – отделка фасада и интерьера. Также началось благоустройство пришкольной территории. Уже заключили договор на приобретение технологического оборудования и мебели. Мы видим о том, что у нас строятся и должны быть введены буквально в ближайшее время новые школы. Вот эти работы, на самом деле, сложные, важные. На ваш взгляд, вот объемные работы в школах, они все будут завершены? Потому что помимо стройки ведь есть еще и капитальные ремонты. Есть еще и работы особо сложные. Ну, во время образовательного процесса в здании проводить ремонтные работы категорически запрещено. Поэтому такие ремонтные работы все, конечно, уже завершены в школах. Ну, а если по сюжету посмотреть, вот это строительство новой школы, уникальной школы на 1200 мест в Новой Самаре. Также школа еще готовится, первый корпус на пятой просеке. Я думаю, конечно, все задачи, которые поставил губернатор, будут решены строителями, потому что мы очень ждем эту школу. Но я знаю о том, что еженедельно глава городского округа Самары совместно с руководителями департаментов профильных выезжает на данный объект и лично контролирует проведение ремонтных работ. Но хочу сказать отдельно, пока нет директора на данное учреждение, ни в Новой Самаре, ни на пятой, это вакантная должность, потому что еще только идет строительство. Но мы департамент образования контролируем и подбор строительных материалов, и согласовываем цветовую гамму, согласовываем мебель, какую необходимо закупить, какое интерактивное оборудование необходимо закупить. То есть мы также активно, департамент образования, совместно с Министерством образования и подсвечения Самарской области, в создании этой школы мы тоже участвуем. Ну то есть, по сути дела, вы сейчас уже понимаете, какой эта школа будет, когда она будет сдана. То есть для вас это не будет вообще никаким сюрпризом? Никаким сюрпризом, мы даже знаем цветовую гамму, какая будет и плитка половая, какие стены, как будет все покрашено, какого цвета будут у нас кресла в актовом зале, какая будет мебель. И мы уже даже это все знаем, потому что сейчас готовимся уже и закупаем оборудование и мебель. Вопрос, вы уже частично это освещали, но хотелось бы поподробнее. Вот организационные мероприятия по предотвращению инфекции, вот этой новой, какие еще будут? Вот вы сказали, раздельные входы. Раздельный вход, термометрия, измерение температуры тела, обработка рук, дезсредств, закуплено достаточное количество санайзеров, лампы для обеззараживания воздуха. Для этого выделены достаточные денежные средства из городского бюджета. Поэтому сейчас вот появились вопросы уже и в Твиттере, и в социальных сетях, якобы кто-то заставляет родителей покупать за счет родительских средств. Вот я тоже хочу обратиться, уважаемые родители, департамент образования и администрация городского округа Самары выделила достаточно денежных средств для того, чтобы администрация школы закупила все дезсредства и все приборы, которые нам будут необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья не только детей, но и сотрудников. Поэтому я прошу, к вам обращаюсь, никакие денежные средства с вас никто не должен взимать. Если же такие факты будут, мой телефон в открытом доступе, я прошу вас сразу же сообщить, чтобы мы разобрались с таким выпиющим фактом. Но таких фактов, я знаю, нет. У нас все директора и заведующие лучшие, я считаю, руководители системы образования. И все тоже беспокоятся за жизнь, здоровье детей и сотрудников. И сделали все для того, чтобы учебный год был насыщенным, интересным, но и безопасным. Эффективным, безопасным. И чтобы мы, скажем так, не только учились онлайн, потому что все уже соскучились по учителям. Ну и также хочу сказать, комплекс безопасности у нас должен рассматриваться в другом направлении. Мы заменили частично систему АПС во многих учреждениях, так как уже пришла в негодность. Полностью провели обследование по безопасности, все учреждения были обследованы. Восстановлено видеонаблюдение по периметру всех учреждений, чтобы у нас охранники или же сотрудники, которые обеспечивают пропускной режим, наблюдали постоянно режим онлайн за тем, что у нас находится на территории. Это важная информация, на самом деле, потому что родителям это важно знать. Это достаточно денежных средств для обеспечения безопасности детей, которые находятся в учреждении. Сейчас я предлагаю поговорить о детских садах и для начала посмотреть сюжет, ну вот, об этой категории наших воспитников. Процедура по распределению мест в детские сады полностью прозрачна. Ее трансляция проходила в соцсетях администрации города под контролем представителей родительской общественности, прокуратуры и заведующих детских садов. В базу автоматизированной системы загрузили все заявки от родителей, их более 27 тысяч. У Натальи Лукмановой двое детей. Старшая дочь ходит в сад, младший сын стоит в очереди, а значит, попадает в льготную категорию. Его должны распределить в то же дошкольное учреждение, куда ходит сестра. Родители уже подготовили весь пакет документов и прошли медкомиссию. Процедура была полностью прозрачная. Видно, что все делала система, никаких мешательств посторонних не было. Поэтому ждем результаты, обновляем сайт. Я тоже жду, надеюсь, что моего ребенка зачислят. Автоматизированная система учитывает направленность групп, возраст ребенка, дату постановки в очередь, а также право на льготы. Елена Борисовна, так главный вопрос. Новый учебный год не только в школах, но и в детских садах. Мест хватит? Всем не хватит. Но мы делаем все то, что для того, чтобы хватило. Хочу сказать, что мы перешли в такой режим, когда при возникновении вакантных мест в диашкольных образовательных организациях мы тут же проводим распределение. Так получается практически у нас ежемесячно. Только вот в период ограничительных мероприятий у нас были приостановлены вот эта процедура распределения. Но совершенно недавно, проведя распределение вакантных мест, который вот об этом сюжете у нас был, 11 тысяч воспитанников были направлены до школьной образовательной организации. Мы соблюдаем все нормативы, 10 дней для того, чтобы родители предоставили весь пакет документов. Кто-то у нас находится сейчас еще в отпусках, еще не приехал. Должны были прийти в дошкольное образовательное учреждение и написать заявление, заключить договора, предоставить все документы, подтверждающие льготы. Если же вдруг кто-то не пришел, не дошел, заведующие образовательных организаций тут же у нас анализируют ситуацию и выставляют вакансии. В самое ближайшее время мы будем проводить еще комплектование. Поэтому как таковое мы не можем сказать, вот сейчас начинается учебный год в садах. В данный момент у нас еще проводятся ремонтные работы в яслях. Мы создаем дополнительные ясельные места в дошкольных образовательных организациях. И как только открывается ясельная группа, мы тут же проводим комплектование. Поэтому мы делаем все для того, чтобы у нас не было пустых мест, а большое количество людей находилось в очереди. Я знаю эту проблему, она существует, очередность у нас еще есть. Но мы будем ремонтировать, строить. В планах у нас есть в 2021 году отремонтировать еще два детских сада. Это какие? В советском районе, в Куйбышском районе мы планируем провести капитальные ремонтные работы, открыть еще дополнительные дошкольные места, не только ясельные, но и для другого возраста, уже от трех лет. А так мы все делаем для того, чтобы мама как можно быстрее вышла на работу. Также создаем группы кратковременного пребывания. Это что значит? То есть родители могут привезти ребенка на 4 часа без питания, конечно. Но в этот момент, если у кого-то короткий рабочий день или какая-то вот есть такая процедура, в течение 4 часов можно посетить рабочее место, они, конечно, спокойно могут сходить на работу. А так, чтобы обеспечить вот 100%, у нас пока еще только мы стремимся к этому. Но будет обязательно. Дело в том, что ведь эта проблема-то на самом деле она очень старая. К сожалению, эта история идет из 90-х годов, когда мы, к сожалению, детские садики отдавали, ну, даже сейчас не буду говорить подо что, подо что угодно, не думая на самом деле о будущем. Вот сейчас нас эта история настигла. Ну, мы возвращаем, не только ремонтные, проводим капитально-ремонтные работы по возвращению этих детских садов в систему образования. Мы выкупаем ясельные места, об этом я тоже рассказывала в 2019 году. Вот сейчас мы тоже планируем еще докупить, нам выделяет Федерация деньги. Поэтому мы не сидим, сложа руки, мы делаем все для того, чтобы как можно больше было у нас ясельных мест и мест в дошкольных образовательных организациях. Федерация выделяет, это имеется в виду, федеральные деньги приходят для того, чтобы город мог выкупить, организовать новые ясельные места. А как часто это происходит в процессе? Ну, такое было впервые в 2019 году, вот сейчас мы продолжим в 2020 году. Но пока это была впервые, такая практика у нас была в 2019 году. Ну, на самом деле, просто очень радостная новость, потому что, ну, мне, например, очень обидно, когда я еду по городу или иду по городу, видеть, ну, бывшие детские сады, которые используются, вот как я сказал. Не по назначению. Не по назначению, к сожалению. Ну, поэтому мы анализируем эту базу. Вот у нас мы приехали в один детский сад, хотели провести ремонтную работу, что, ну, увы, его довели до такого состояния те, кто его когда-то выкупил, что сейчас даже невозможно провести ремонтную работу. Проще построить новую. Проще построить новую. Поэтому вместе с департаментом градостроительства мы участвуем во всем и делаем все для того, чтобы места было больше. Лена Борисовна, в этом году появились новые категории льготников. Вот кто они? Расскажите. В первую очередь дети медицинских работников. Дети медицинских работников. Да. Ну, я еще раз призываю всех родителей, уважаемые родители, пожалуйста, ознакомьтесь с перечнем льгот на сайте каждой образовательной организации, на сайте департамента образовательной. Но также я хочу сказать, сотрудники МФЦ, куда вы приходите, когда подаете заявление в детский сад, вам обязательно подскажут, ознакомят вас с каждой категорией льгот. Там есть льготная очередь, первоочередная управа, поэтому здесь у нас такие льготы есть. Если про школу говорить, ну, как-то и в детских садах у нас очень хорошая была новость, что у нас теперь братья и сестры теперь будут вместе и в сад ходить, и в школу. Вот такое тоже у нас произошли изменения в законодательстве, в законе об образовании. И теперь братья и сестры, которые проживают по одному адресу зарегистрированное, и проживают совместно, могут пользоваться тем правом преимущественным при зачислении и в дошкольную образовательную организацию, и в школу. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся еще не один раз в этой студии. Ну и надеюсь, что 1 сентября все будет очень хорошо, ну и затем учебный год будет такой же, как мы когда-то, в общем-то, к этому и привыкли. Он будет обязательно, учебный год. Мы очень тоже соскучились по нашим ученикам, по нашим родителям. Я думаю, и ученики соскучились по нашим учителям. Поэтому мы, я хочу лично всех родителей поздравить с таким прекрасным событием, что у нас снова начинается наш новый учебный год 2021. Мы полностью готовы, все приготовились, поэтому ждем вас всех в школе. С наступающим праздником. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Елена Чернега, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. И помните, что умные люди учатся всю жизнь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!